Всем привет! Сегодня я вам расскажу о своем заказе Ariflame по каталогу номер 2 и 3. Заказики были маленькие, поэтому я совместила эти два заказа в одно видео. И надеюсь, вам будет очень интересно посмотреть, что же я такого заказывала. Приступ к каталогу номер 2 я заказывала вот такой вот крем Pure Skin Shine Control крем. В общем, матирующий крем из серии Pure Skin. Мне нравилась эта серия. У меня был тоник для лица из этой серии и точечного применения гель или крем, который подсушивал прыщики. Он у меня и до сих пор, в принципе, есть. Здесь 50 мл в этом креме. В общем, крем мне не понравился. Он скатывается на лице. Косметику на него невозможно нанести. Тональный скатывается. И причем скатывается не просто вот большими какими-то там кусками, а просто скатывается какими-то мелкими кусочками. Приходится это все струшивать кистью. Вроде бы вы и нанесли, но такое ощущение, что крем тональный улегся, а этот крем начинает скатываться. В общем, какая-то мишанина получается из этого крема. Сколько бы я ни сидела, ни ждала, пока он впитается, вроде бы кажется, что он уже впитался. Все равно крем тональный скатывает. Отмечу несколько таких плюсов. Может быть, даже один. Неплохо наносится. Да, это один плюс. Обычная такая вот кремовая текстура у него. Легкая текстура. Запах спирта и такого вот алоэ или огурца. Вот что-то такое вот. Запах приятный, когда вы наносите на лицо. Наносить его тоже приятно на лицо, но спиртом отдает. Глаза не печет, конечно, но спирт вы ощущаете, в какую-то секунду вы ощущаете на лице. Этот крем мне не понравился как для дневного использования, Но, как заявлено производителем, матирующий крем Pure Skin увлажняет кожу, устраняет жирный блеск, предотвращает появление прыщей. Для жирной и проблемной кожи способ применения. Наносите ежедневно утром и или вечером на очищенную кожу лица, за исключением области вокруг глаз. Этот крем я использую только на ночь. Вот на ночь, как для профилактики от прыщей, да, мотирования нет, потому что от этого крема нет мотирования. Я его наносила на лицо, я наносила потом даже матирующий вот этот BB крем от Grinier. Даже с обычным кремом, даже увлажняющим, у меня кожа жирнится намного позже, можно так сказать, чем с этим кремом. Вот я не знаю, как его могли назвать матирующий. Девчонки, кто хочет и присматривается на лето для жирно-мордых, взять именно вот такой вот крем. Еще я заказывала вот такую вот водичку, не буду коверкать ее название, я напишу внизу. По-моему, эта водичка появилась единоразово, я раньше ее не видела. Из каталогов каталог, наверное, какие-то новинки появляются и быстро, наверное, исчезают. Во втором каталоге, да, и в третьем, по-моему, тоже есть вот такая водичка, 69 гривен она стоила. Я, в принципе, прочитала те нотки, которые там идут. Здесь, к сожалению, они не написаны, а если написаны, то сейчас я их не найду. Все, что только существует с ванилью, я, как бы, в принципе, не против приобрести. И этот аромат я приобрела именно за счет ванили, но там какие-то личи или чили, кто-то такое, в общем, есть, точно сказать не могу. Но, честно, вот эта вода мне по запаху напоминает мою водичку любимую от Avon Eternal Magic, Enchanted, которая розовенькая идет. Вот та вода идет с малиной от Avon, эта с ванилью, и запах, честно вам скажу, это просто немного рисковатая и такая мыльная идет. Вот знаете, как мыло пахнет. Немножко есть какие-то такие нотки, а та очень нежно пахнет. Именно вода от Avon, она просто очень нежная такая. А эта немножко рисковатая, поэтому я ею пользуюсь на вечер. И в подарок мне мой консультант, как обычно, подарила крем для душа. В общем, здесь написано крем для душа. И все. Это, в общем, как обычный гель, только кремовая текстура. Запах такой свежий. Тут даже, в принципе, снежинки нарисованы, в принципе, даже, да, для зимы, наверное, он и подойдет. Запах такой, немножко с кислинкой, ненавязчивый. Я им не пользовалась еще. В общем, здесь идет у нас 200 мл. Называется он Victory Shower Cream. И все. Больше ничего сказать про него не могу. Я думаю, обычный крем для душа. Обычный крем. Не знаю, как смягчает кожу или нет. Попробую потом. По третьему каталогу я заказывала лосьон-тоник от Pure Skin Face Toner. 150 мл здесь. Мне, знаете, что здесь не понравилось сразу же? Это то, что она откручивается. Ее нужно откручивать, а потом выливать. Это как-то неудобно. Когда вот так вот открываются, они мне так больше нравятся. Я ожидала, что он будет спиртовой. Я его брала на лето. Я думала, он будет такой именно ядрененький. Чтобы не пользоваться салициловой кислотой. Чтобы так нафигачить на лицо, так нафигачить. Такое ощущение, как будто его нет. Я довольна. Вот этим средством я довольна. Не ах, конечно. Конечно, допустим, в этом плане мне даже нравится больше от 100 рецептов красоты. С лимоном, по-моему, и огурцом есть у них там тоник. Вот он мне нравится даже больше, чем вот этот вот тоник. Тоже имеет место быть. Выкидывать я его не буду. Отдавать тоже кому-то не буду. Ну и еще две покупочки, которые я совершила. Это два лака. Два таких нюдовых оттенка. Которые я, когда увидела в каталоге, сразу захотела. Я просто вот хочу и все. Я думала приобрести от Макси такие оттенки. Потому что у них тоже, по-моему, появились. Ну вот решила, как бы лень ходить по магазинам. Лень что-то выбирать. Тем более было еще холодно. И как-то сыро. Я решила заказать просто. Зачем заморачиваться правильно? В общем, я не ожидала, честно, девчонки, что лаки от Арифлейм такие плохие. Но вот эти два нюдовых оттенка меня просто разочаровали. Если вот этот вот еще как-то можно постараться нанести. Он такой, знаете, немножко с желтизной. Немножко даже как-то выбеливает сам ноготок. В один слой, в два, неважно. В один слой даже выбеливает ноготок. Но если его очень сильно постараться, в один слой, конечно же, аккуратно так, чтобы не было разводов. То это, конечно, мега нужно постараться. Вот этот вот розовый. Он такой розоватый, более к естественному оттенку ногтя. То этот оттенок, это вообще жесть. Я его даже в один слой не могла нанести. Лаки эти идут по 8 мл. Розовый у меня оттенок Pink, называется PS Pink. Это серия Pure Color Nail Poly. А более такой желтоватый, это у меня оттенок Sheer Cream. И в подарочек мне консультант подарила вот такой вот бальзамчик. Это специальное смягчающее средство, которое у меня есть. В принципе, я довольна. Я сначала как-то так думаю, зачем у меня есть уже? Но в принципе, почему бы и нет. Он идет с запахом черной смородины. Запах такой именно тоже весенний, осенний такой вот. Даже летний, кому как нравится. Но у меня ассоциируется с весной, потому что все расцветает, все цветет и пахнет. А осенью это все цветение уже прошло. Все даже фрукты, цветочки цветать начинают. И тоже хочется иногда какого-то такого вот аромата. Вот такие вот у меня были заказы. Если вы пользовались чем-то из того, что я показала, конечно же, пишите свои какие-то отзывы. Мне будет очень интересно почитать. Может быть, вы что-то посоветуете нам. Конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Заходите в мою группу ВКонтакте. Кстати, не забывайте, я там частенько сижу. Даже бывает на работе. Когда работаю, иногда захожу, проверяю, что там и как там. Так что я частенько там. И хотелось бы, конечно, видеть вас там почаще. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok